Я сейчас делаю доски с хаотичным рисунком. Мне нравится сам рисунок, и это к тому же позволяет использовать те отходы, обрезки, которые образуются при изготовлении других досок. Эти доски делаются следующим образом. Я не раз это уже показывал. То есть берется пиломатериал, склеивается, затем пилится, переворачивается так несколько раз. В конечном итоге получается такой рисунок. Чем большее количество дополнительных распилов сделано, тем более мелким получается рисунок. Вот, например, у меня остался остаток щита, одной доски. Здесь было сделано три дополнительных распила. Здесь, вот в этой доске, было сделано четыре дополнительных распила. Вот на этой доске было сделано 5 дополнительных распилов, и рисунок получился гораздо более мелкий. Меня всегда интересовало, какой рисунок можно получить, если сделать 10 дополнительных распилов. Я хочу все-таки это выяснить, сделаю 10 дополнительных распилов, посмотрю, какой получается рисунок, а заодно и посчитаю тот отход, который получается при изготовлении таких досок. То есть сейчас я соберу все обрезки, которые мы скопили за последний месяц работы. То есть это небольшая часть, остальное лежит там. Отсортирую его, обычно пиломатериалы у меня либо дюймовые, либо двудюймовые. То есть вот так вот склею, их отдельно прогоню через рейсмус, сделаю еще несколько распилов, и так повторю 10 раз. Отход, скорее всего, будет большой. Для чистоты эксперимента буду делать дополнительные распилы, чередовать 20 и 30 мм, потому что понятно, чем более узкие идут распилы, тем больше получается отход. Сделаю первоначально, ну, достаточно уже количества счетов, думаю, штук 10 сделаю, чтобы в конечном итоге получить в два раза меньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА переработал отходы, которые скопились у меня где-то за месяц-полтора работы поверхности счетов очень неровные, поэтому пропускаем их через рейсмус вот что у меня получилось, вот отсюда такое количество щитов, длина у всех щитов разная, а для данного проекта щиты должны быть одной длины поэтому выбираем самый короткий щит и ровняем его с другими, то есть все щиты должны быть одинаковой длины у меня остались обрезки щитов, их тоже можно использовать, сейчас я их на ленточной пиле распилю по 30 миллиметров и склею примерно вот таким образом то есть получатся доски, которые потом еще раз можно распилить и получить очень красивый рисунок но это другая история, показывать это не буду, вернемся к нашему основному проекту это исходный материал, те щиты, которые нужно будет превратить после 10 распилов в конечные щиты из которых можно будет делать уже разделочные доски с хаотичным рисунком сейчас мне нужно измерить объем этого пиломатериала все щиты разные, точнее длина у них одинакова, все 560 миллиметров, но толщина и ширина не одинаковы поэтому сейчас мне нужно измерить объем каждого щита и получить суммарную величину начнем с первого щита, длина как я говорил у нее 560, толщина 40 и ширина 350 миллиметров почитаем 0,56 умножить на 0,35 умножить на 0,04 то есть объем этого щита получается 0,0784 получается 100 тысячных кубического метра также считаем все остальные щиты и получаем конечный результат ну наконец последний щит 0,56 умножить на 0,032 умножить на 0,022 ну и теперь все это складываем чтобы определить суммарный объем так, ну и того вот такой получился суммарный объем, ну почти 0,1 куба ну запишу уж точно 0,0998 кубических метров то есть я хочу узнать какой объем останется после сделанных 10 пропилов получившие щиты буду пилить на леточной пиле вдоль затем отрезки из разных щитов переворачивать теперь на 90 градусов и перемешивать с другими щитами чтобы получить как можно более хаотичный рисунок мне нужно будет сделать таким образом 10 пропилов то есть делаю пропилы, собираю щиты, склеиваю, прогоняю через рейсмус опять делаю пропилы, опять смешиваю, склеиваю и так далее и так далее так 10 раз буду делать два пропила по 30, два пропила по 25 и в конечном итоге мы должны получить очень интересный хаотичный рисунок из которого уже можно будет сделать торцевые разделочные доски распилил я все щиты получилось достаточно много теперь из этих отрезков начинаю формировать новые щиты толщина щитов всех была разная причем различалась достаточно значительно но если мы перевернем каждую делянку на 90 градусов то мы сможем из делянок разной толщины или в данном случае уже ширины сформировать щит толщиной 30 миллиметров кроме того этот метод позволяет получить уже обработанные на рейсмусе гладкие поверхности которые уже готовы для склеивания сейчас формирую щиты самый простой способ собирать их из разных щитов грубо говоря из всего количества щитов то есть равномерно надо брать такие отрезки и формировать новые щиты в этом случае рисунок будет наиболее хаотичным в этом случае что-то так это как это как Ширину щита буду делать где-нибудь 350-400, это не принципиально, не важно, только для того, чтобы в последующем было удобно пилить на леточной пиле. Чем уже щит, тем больше отходов в конечном итоге получится, поэтому буду делать ближе к 400. Высошли щиты и опять пропускаем. Вот такой рисунок мы получаем после первого распила. Понятно, что с каждым последующим распилом рисунок будет становиться более мелким, но, к сожалению, и количество щитов, количество материала будет уменьшаться. Сейчас делаю второй дополнительный распил, пилить буду также по 30 миллиметров. Начинаю формировать новые щиты, долго не думаем, просто перемешиваем отрезки из разных щитов. И в конечном итоге получим нужный нам отличный рисунок. Также длину делаем где-то 350-400 для того, чтобы удобнее было дальше пилить на леточной пиле. Вот такой рисунок мы имеем после второго дополнительного распила. Сейчас переходим к третьему распилу. Следующий распил будет 25 миллиметров, поскольку ширина делянок предыдущей склейки была около 30 миллиметров, но чуть-чуть поменьше. Где-то 29-28,5. Поэтому при пилении мы не должны попасть в клеевой шов, потому что иначе смысла не будет пилить. То есть должны попасть либо меньше, либо больше для того, чтобы лучше перемешать различные породы древесины. Следующий распил опять будет 25, потому что при перевороте мы опять получим ширину равную примерно 29 миллиметров. Еще следующий будет уже 30, потому что тогда уже будут делянки шириной 24 миллиметра. То есть нужно чередовать 2 по 30, 2 по 25. Ну или кто сам будет делать, может выбирать любую ширину, главное не попадать в линии склейки. То есть если попасть один-два раза, это не страшно, но если постоянно пилить по линии склейки, смысла тогда это не имеет. Последующие стадии я показывать не буду, поскольку они все одинаковые. Пилим, переворачиваем на 90, склеиваем. Пропускаем через рейсмус, опять пилим, склеиваем. То есть покажу, видимо только конечный результат, ну а может быть какой-нибудь промежуточный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такой рисунок получается после седьмого пропила. Видно, что объем пиломатериала заметно уменьшился. Честно говоря, на этом можно было бы остановиться, поскольку рисунок вот так уже достаточно мелкий. Но раз уж начал, доведу дело до конца. То есть делаю еще три пропила, чтобы было в сумме десять и посмотрю, что в конечном итоге получится. Вот что мы имеем после девятого пропила. И наконец-то делаю последний десятый пропил и уже формирую щиты, из которых будут делаться разделочные доски. Ну, сделаю пропил последний тридцать миллиметров, чтобы удобнее было потом собирать щиты. И ширину сделаю порядка четырехсот миллиметров. Вот что получилось у меня в конечном итоге. Пять щитов, из которых уже можно делать доски. Это вот десять дополнительных распилов. Рисунок очень мелкий. Мне рисунок очень нравится. Думаю, доски будут очень красивые. Конечно, отходы оказались очень большие. Сейчас мы это посчитаем, сколько. Но иначе, я думаю, такой рисунок не получить. Шлина у всех щитов одинакова, поэтому замерю все вместе. Длина 560. Шлина 380. И толщина совокупной всех щитов 150 миллиметров. Получаем 0,56, 0,38, 0,15. Вот в итоге мы получили 0,319. То есть отходы составили 68 процентов. Это, конечно, много. Но, честно говоря, я думал, что будет больше. Само изготовление досок показывать не буду, поскольку это все просто. И я показывал уже это много раз. Скажу только, что такие доски нужно сделать обязательно с рамкой. Поскольку детали очень мелкие. И неизбежно будут вот такие вещи, когда один цвет переходит в другой. Разные породы, очень тонкие слои. Поэтому вот край доски будет вот такой цветной. И сошлифовать это очень сложно, потому что шлифуешь. Одну часть появляется где-то в другом. Поэтому все доски сделаю с тонкой окантовкой. Ну, я думаю, из ореха. Такая третья. Такая задача. Такая часть. По логике. Такая часть. В дилет. Вмне. Продолжение следует...